Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия», и сегодня мы будем читать 23 главу этой книги. «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Надо сказать, что конструкция первого стиха очень сложная. В оригинале после каждой цифры стоит уточнение. Я прочитаю, как это звучит в оригинале. «Жизни Сариной было 100 лет, 20 лет, 7 лет». Вот такое уточнение требует истолковать каждую цифру. Каждую цифру. О чем это? Это о том, что в 100 лет она была свежа, как 20-летняя. И безгрешна, как 20-летняя. Потому что считалось, что 20-летняя, она не подлежит наказанию. И так же она сохраняет свою безгрешность до 100 лет. А уточнение «7 лет» имеется в виду, что в 20 лет она была красотою, как в 7 лет. Поэтому такая сложная конструкция жизни Сариной было 100 лет, 20 лет, 7 лет. Вот лета жизни Сариной. Таким образом, в этом стихе дается полная, я бы сказал, обхватывающая характеристика жизни этой удивительной женщины. «И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по ней». Немножко непонятно название этой местности, точнее, не местности, а вот того места, где она умирает, Кириаф-Арба. Это как бы вселение четырех. И есть такое предание, что имеется в виду четыре пары. Адам – Ева, Авраам – Сара, Исаак – Ревека, Иаков – Лия. Другая жена Иакова, Рахиль, она была похоронена между Иерусалимом и Вифлеемом. Есть и другие объяснения названия этой местности. Здесь удивляет фраза «И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». А откуда он пришел? Что, они жили раздельно, что ли? Конечно, нет. Что же имеется в виду? То, о чем мы читали в предшествовавшей главе, где говорилось о жертвоприношении Исаака. Значит, смерть Сары, она связана напрямую с жертвоприношением Исаака. Как пророчица, она могла ощутить и увидеть всю эту ситуацию, и сердце матери не выдержало, и она умерла, и она скончалась. По Таргуму Анкелоса это звучит так. Умерла она в Кирьят Арба, что ныне называется Хевроном, в Ханаанской земле. Авраам пришел и оплакивал Сару, рыдая над нею. То есть, к тому моменту, когда он вернулся в свой дом, где они вместе жили с Арой, она была мертва, он пришел и оплакивает ее. Авраам создает прецедент, надо оплакивать мертвых. И в то же время в Новом Завете сказано «не скорбите, как и прочие, не имеющие упования». Мы имеем упование на воскресенье мертвых, мы можем плакать в момент их погребения, но не так, как это делают язычники. Мы знаем, что Христос плакал, когда ему сказали, что Лазарь умер. Далее мы читаем «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал». То есть, он сначала оплакал свою жену, потом пошел договариваться о месте ее захоронения. Он приходит к сынам Хетовым и говорит «Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». На самом деле, пришелец – это гер по-еврейски, а поселенец – тушав – это разные вещи. Пришелец – это тот, кто имеет статус как бы иностранца, а поселенец – тушав – это человек, который живет в этой стране и чувствует себя как дома. Почему Авраам так говорит? Здесь какая-то двойственность. Он как бы говорит «Вы можете считать меня пришельцем, можете считать меня поселенцем, что я уже коренной житель здесь, это неважно. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою, никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Здесь мы видим, как сыны Хетовы, они почтили патриарха Авраама и готовы почтить его умершую жену, предложив на выбор любое место, которое он изберет. Авраам оценил такое их отношение к себе. Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым. И говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Авраам настаивает на том, что ему нужна конкретная пещера и конкретное поле рядом с этой пещерой. А в чем дело? Существует предание о том, что когда Авраам принимал в своем доме ангелов, мы об этом беседовали, он решил приготовить для них хороший стол и погнался за теленком, который убегал от него и забежал в эту самую пещеру. И когда Авраам туда вбежал, он увидел там неизреченный свет, и ему открылось, что это место погребения Адама и Евы, наших прародителей. Поэтому, когда он просит для него именно эту пещеру, имеется в виду, что Махпелла – та самая пещера. Та самая пещера. Махпелла – это двойная пещера. Такой смысл этого названия. То есть он просит, чтобы это конкретное место, о котором он знает, что там что-то удивительное, ему дали в собственность, но он не может принять это даром, научая нас ничего даром не брать у неверующих, у язычников, потому что у них короткая память. Они дадут, а потом скажут, а сделка не была оформлена. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. Сидел посреди сынов Хетовых. Есть такой комментарий, что когда Авраам начал говорить об этой конкретной пещере, назвал имя Ефрона, то сыны Хетовых приняли решение назначить Ефрона как бы судьею на момент переговоров с Авраамом, чтобы князь Божий разговаривал не с каким-то там Ефроном, а с таким, который сидел посреди сынов Хетовых, был посажен на этот случай посреди сынов Хетовых на почетное место. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых и отвечал Ефрон Хеттиянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал. Мы видим, что он сидит на судейском месте во вратах города. «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которые на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той, мы видим, как он вежливо, дипломатически правильно ведет себя. «И говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». То есть мы не должны ничего принимать даром от неверующих, от язычников. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сикелей серебра для меня и для тебя, что это? похорони умершую твою». На самом деле, та сумма, которая называется, это очень огромная сумма. Очень огромная сумма. То есть этот Ефрон догадывался как бы о действиях Авраама, и он дает очень завышенную цену за эту землю и эту пещеру. То есть он хочет заработать на горе Авраама. А как бы он себя повел, если бы Авраам принял в подарок эту пещеру, это поле, потом бы он там все время какие-то требования выставлял. Авраам выслушал Ефрона, и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых 400 сиклей серебра. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. Имеется в виду, что при отсутствии единого стандарта значение шекеля как единицы веса могло колебаться. Для рассказчика важно подчеркнуть, что используются проверенные, признанные купцами гири, потому что на вес отвешивалось серебро. И вот это уточнение, какое ходит у купцов, то есть имеется в виду определенные гири, с помощью которых можно было установить, что это именно 400 сиклей серебра. «И стало поле Ефронова, которое при Махпели, против Мамры, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамова, предачами сынов Хета, всех входящих во врата города его». То есть это было судебное решение в присутствии свидетелей. Авраам, которому Бог уже отдал всю эту землю, в собственность получает только землю для захоронения. Это очень знаково. Сколько бы мы не имели земли, богатств, по-настоящему наша земля — это та, в которую нас закопают. Два метра, не больше. Вот это та реальность, с которой мы все столкнемся. И этот божий праведник Авраам, он тоже не избежал этой участи. За всю его жизнь, его собственностью становится эта пещера для погребения и поле рядом с этим местом. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере Поля, в Махпели против Мамры, Дубравы Мамры, что ныне Хеврон в земле Хананской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем собственность для погребения. Вот это удивительная такая история, в которой мы видим, что сколько бы человек не имел, про Авраама сказано, что его богатство было тяжело для земли, и богатство Лота было тяжело для земли, настолько они были обеспечены всем, но реальной собственностью Авраама, этого благочестивейшего, праведного человека, становится поле и пещера для погребения. Вот это та объективная реальность, которая ожидает и каждого из нас. Мы не сможем в могилу собою взять те или иные богатства, именно два метра и маленький участок вокруг могилы, это будет наша собственность на достаточно долгое время. И об этом мы сегодня читали в Библии. Субтитры создавал DimaTorzok